Добро пожаловать на обзор новой русской карты под названием Пионер и русского пака техники для данной карты. Это всё на Farming Simulator 2020. Сразу говорю, карта она платная, то есть приватная, бесплатно получить ссылку невозможно. И поэтому, чтобы приобрести данную карту, вам нужно перейти по ссылке в описании в группу во Вконтакте и написать там ребятам, они вам всё скажут, подскажут, у них приобретёте карту. И будете играть на ней, как и я. Что ж, всё, начинаю карьеру. Вот здесь такой загрузочный экран. Всё это сконверчено с Farming Simulator 2019, и поэтому здесь всё довольно качественно. Что ж, к сожалению, сам пак техники на неё покататься мне не удастся, так как, когда я покупаю абсолютно любую модовую машину в магазине техники, у меня вылетает приложение для записи экрана. И, соответственно, то, что было записано, всё это благополучно удаляется. Вот, и поэтому я вам просто покажу в магазине технику, ну, а протестите вы её уже сами. Вся эта техника довольно качественная, проделанная, ну и рабочая. Все там анимации есть, всё очень круто. Ну, а на старте нам даётся такой вот Белорус с ПГН-335, с плугом. Также нам даётся комбайн Руссельмаш, с жаткой. Вот такой вот комбайн. Ну и вот, соответственно, сам МТЗ. Сейчас проедемся по базе, посмотрим, что у нас есть. Для начала отцепим плуг, чтобы он нам не мешался. Кстати, трактор тоже довольно качественный. Так, здесь у нас ещё есть прицеп, селка. Сейчас посмотрим на прицеп, интересует меня. Селка, астра, кстати, мы её уже смотрели. На карте липпинки и балдейки, на это не ошибаюсь. Шланги есть. У прицепа всё гусло оживлено, всё работает. То есть, ребят, тут никаких претензий нет. Кстати, интересно, какие анимации есть у прицепа. Там был знак работы. Но он открывается, походу. А, это стопорится. То есть, смотрите, чтобы нам ехать назад, вот у нас будет роматься гусло, и поэтому мы назад не сможем заехать. А мы включаем эту функцию, когда прицеп стопорится. И, соответственно, парковаться гораздо легче. Всё, то есть, для начала вся техника есть. Но теперь давайте посмотрим карту. Что она из себя представляет на карте. Есть как и большие, так и маленькие поля. И они здесь такие достаточно неровные. То есть, это придаёт некий реализм к игре. Ведь в реальном мире это поля не идеально ровные и прямоугольные. Вот здесь всё выглядит как-то вот так. Что ж, из животных у нас есть коровы, свиньи. Потом у нас есть перекупщик животных. Скупка соломы. ЖД-станция. Заправочная станция. Могоко-завод, соответственно, куда мы будем возить. Могоко. Биогаз. Сидорыч. Это точка продажи. Маслоцех. ДКЗ. Сейчас поедем. Всё ли так хорошо в реале. Немного прокатимся по базе. Здесь у нас такие ангары стоят. По базе всё сделано приятно и реалистично. Здесь придраться не к чему. Сейчас выезжаем с базы. Посмотрим, что у нас происходит за пределами базы. Насколько помню, трафик на карте есть. Есть ещё такая вот мастерская. Довольно реалистичная. Да что б тебе, бумага. Как так произошло-то? Вообще просто не понимаю, блин. Сейчас всё порешаю. Вытащу трактор и продолжим обзор дальше. А то здесь такой небольшой конфуз произошёл. Ну, ничего страшного бывает. Сейчас всё будет. Было бы классно постримить по 20-му фармингу, но ё-моё. Говорю ещё раз, эта редиска каждый раз будет выбрасываться, когда вы будете покупать какую-либо технику. По деревне сейчас покатаемся. Здесь такой памятник. Магазин, деревня, соответственно, сама идёт. Ну, всё в таком русском стиле сделано. Карта хорошо проработана и это заметно. Дальше у нас идёт какой-то дом культуры или что. Остановки есть со всеми знаками. На парковке машины стоят. Ленин, куда же без него. Церковь. Ну, то есть, видите, карта атмосферная очень. Все деревни, заборы, машины, вон даже шины вдоль дороги идут. Ну, и это вот самое прикольное, наверное. Стартовый дом. Здесь есть гараж. Сейчас покажу, что там ещё есть. В фарминге в 19-м там есть курятник, но здесь этого нет, так как в мобильном фарминге такое не предусмотрено. Лично мне больше нравится, конечно же, 19-й фарминг на компьютер, который идёт. Там функции в разы больше. Но то, что фарминг дошёл до того, что в него можно играть на телефоне, практически копийно, как на компьютере. Это, конечно, однозначно респект. Ребята, у кого нет компьютера или ноутбука, будут безумно этому рады. Теперь, я думаю, это может себе позволить любой играть на телефоне в эту замечательную игру, тем более с такими хорошими модами и картами. Ну, вот реально, даже глаз радуется, когда на такое смотришь. Видно, что автор вложил силы в разработку карты и техники для неё. Вот, на 19-м фарминге здесь курятник, он и здесь есть. Но я приехал вам показать двор. Посмотрите, как он просто шикарный. Здесь стоят всякие сараи, доски лежат, всякий навален хлам. Ну, есть такое вот парковочное место. Заезжаем сюда, здесь такие плиты, ведро. То есть, тут очень круто сделан стартовый дом. Вот, я его здесь называю стартовым домом, потому что он стартовый на 19-м фарминге. Ну, и такие вот пару гаражных мест. Кабина от Ziva стоит на гараже. Ребят, ещё, кстати, мы посмотрим моды в магазине, какие идут моды к карте. Ну, а потом посмотрим уже, что у нас там вокруг магазина делается. Вокруг магазина техники, к сожалению, ещё раз говорю. Протестить мод вживую я не смогу. Да вы рофлите. Я опять опрокинул трактор. Всё, я сбросил трактор, и поэтому он у нас появился в магазине. Что ж, раз мы появились в магазине. Кстати, здесь тоже так круто всё сделано. Сейчас зайдём в магазин, посмотрим, что у нас есть. Так, что у нас есть в тракторах нового? Здесь у нас нет ничего. В малых тракторах у нас есть МТЗ-82.1 тюнинг. Он прям так максимально утюнингован. У него внутри ламбрикены, висюльки всякие. Спереди брызговики, наклейки разные. В общем, всё очень круто. МТЗ-1221 по новее, МТЗ-82 и МТЗ-82.1. В средних тракторах есть ХТЗ, Кировец и ХТЗ старый. Вот этот вот ХТЗ-150К. Я его тоже снимал. А это вот новый ХТЗ идёт, соответственно. Ну и Кировец, куда же без него. Так, в больших тракторах у нас есть Кировец по новее, КС-744. Также есть два Белоруса. Оба 45-22. Ну вот этот вот Белорус мне понравился по качеству как-то больше. Вот, но это уже на мой вкус. В грузовиках есть МАЗ-5551А2. Новый сельхозник. Тоже очень такой крутой. И Урал сельхозник. Его я тоже уже снимал. На карте у него открывается капот. Из уборочных машин у нас тоже там есть новинки. Это вот Дон Росельмаш. Вот старый именно Росельмаш. А также есть новый Росельмаш. И один из них даже есть на гусеничном ходу. То есть это Вектор 450. И это очень такой интересный комбайн. Советую вам на нём поездить. Силосоуборочная техника. Тоже вот два Росельмаша есть. А вот в опрыскивателях есть Туман-1М. И это очень крутая техника. Я на ней покатался. Она мне очень понравилась. Такой вот опрыскиватель. Советую вам его тоже протестить. Все на косилках есть Росельмаш КСУ-1. Из прицепов там тоже что-то было. Вот это прицеп КМАЗу. Также прицеп ПС-20Б Ярославич. Оно тут недавно совсем вышел. Ну и ПТС-ка соответственно. Ну жатки идут к тем комбайнам, которые были изначально. Початкоуборочные жатки тоже идут. Ну и вот все эти вот жатки для силосоуборочных комбайнов тоже. Плуги. Есть ПВН. Самый длинный идёт на 3,1 метр. А самый короткий на 1,1 метр. Из культиваторов у нас там тоже много чего есть. Это вот КТП 7.4. Ну и КБМ 10.8ПС. Он идёт на 10 с лишним метров. Этот идёт на 7,5. Даже чуть меньше. Дисковые обороны тоже есть. Русские. Вот они тут все полностью русские. Все 4 штуки. Далее у нас в селках соответственно идёт та Астра, которую мы уже обозревали на карте Липпинки, если не ошибаюсь. Сажалки есть УПС-8. Опрыскиватели. Есть цистерна для навоза МЖТ-10. Тоже довольно качественная. Разбрасыватель удобрения это МТТ-4У. Есть так, что у нас там ещё по модам. Разбрасыватель. Есть два прицепа ПРТ-10 и РОУ-6. Цистерна для навоза тоже есть. МЖТ-10. Кстати, вот там-то был именно опрыскиватель, а здесь именно цистерна для навоза. Все на косилках есть. Вот. Это ЖАД-10. Техника для тюковки есть. ПРФ-180 и Т-127. То есть это тюковщик и собиратель тюков. Прикольно. ЖИВОТНЫЕ. Ну, Т-6 шерсть. Получается, идёт потом цистерна для перевозки воды, которая уже шла ранее. Заравниватель к Кировцу. В разном есть тройная сцепка. Ну и самое, наверное, крутое это Кировец. Он настолько проработан и у него столько всего делается. У него даже в салоне есть бутылка и шторки. Когда мы тормозим, эта бутылка как бы наклоняется, падает всяко. И в предыдущих Кировцах такая же функция есть. Вроде Кировец К-744, в нём такая функция идёт. Это Кировец К-7. И вот он мне больше всех модов. Здесь понравился. Он просто замечательный. По качеству ГАЗ-53 модульный. Ну и вот, соответственно, модуль к нему идёт. Заправщик сейлок. В общем, как-то так. Как видите, пак техники просто гигантский идёт к карте. Ну и как обещал, давайте сейчас прокатимся ещё по окрестностям и будем на этом заканчивать. Здесь у нас идёт уже конец карты. Как видим, мы стоим на самом краю. Слева уже идёт конец карты. Как видите, там просто уже трафик ездит разворачиваться. Там где-то стоят машины. В общем, как-то так. Так, сейчас доедем до базы, посмотрим, что у нас по окружающей среде здесь. Это микрорайон или деревня Орловка была. Да, трафик техники есть и это просто суперски. Карта не такая мёртвая, кажется. Вот она на некоторых картах. Просто пака техники нет и немного играть становится скучновато. Так, тут у нас есть ещё железная дорога. На девятнадцатом фарминге ходит поезд, в который можно сесть. Но в мобильном фарминге такая функция не поддерживалась. Поезды. Вот это всё-таки мобильная ферма. Как-то так. Там у нас телебашня стоит. Ну и ЖД-переезд, соответственно, по которому должен ездить поезд. Ой, опять я наехал на какой-то стоп. Видите, здесь такая физика. Когда наезжаешь на какой-нибудь предмет одним колесом, так вот технику подкидывает сильно. Вот. Так, что у нас там? По деревне мы уже подъезжаем. Вот её видно, те элеваторы на базе их видно уже издалека. Всю эту карту, конечно, я не буду спойлерить. Вы потом сами посмотрите. Пак техники тоже посмотрите. Деревня это юность. Да и думаю, те, кто играли в пионер на девятнадцатом фарминге, отличий у карт особо и не заметят. Вот. Русский пак техники тоже взят с общего доступа девятнадцатого фарминга. И хорошо сконверчен в двадцатый фарминг. Поэтому проблем возникнуть не должно. Всё просто суперски работает. Ну и вот, мы приехали в ту деревню, откуда начинали. Думаю, закончим мы у магазина сегодня. Что ж, вот такая вот карта. Пишите то, о чём вы думаете по этой карте. Лично мне она очень понравилась. Я думаю, понравится и вам. Что ж, всем большое спасибо за просмотры. Встретимся в следующем видео.